Детям войны дадут дополнительные льготы. Законопроект, поддерживающий эту категорию граждан, был принят в первом чтении еще в июле. Согласно нему, жители региона, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, смогут посещать врачей без очереди и бесплатно ходить в учреждения культуры. Поправки к проекту обсудили на заседании профильного комитета областного парламента. Председатель Заксобрания Владимир Киселев предложил компенсировать детям войны 25% расходов на оплату коммунальных услуг. Однако эту меру соцподдержки смогут получить лишь те, кто сейчас не имеет никаких льгот. Еще одна поправка – бесплатно оказывать детям войны юридическую помощь. Все льготы, кроме двух последних, начнут действовать сразу после публикации закона. Новые поправки вступят в силу с января 2020. Неохваченная социальная поддержка из этой категории – это порядка 11 тысяч человек по области. То есть вот они те, которые не являются ветеранами труда, участниками боевых действий, инвалидами, они будут получать в том числе и 25% на оплату лично-коммунальных услуг. Также на комитете рассмотрели повышение социальных доплат к пенсиям на следующий год. Это касается неработающих пенсионеров, у которых эта выплата ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В 2020 году минимум хотят увеличить до 9 077 рублей или на 6,5%. В области более 37 тысяч пенсионеров получают социальную доплату к пенсии. Деньги на эти цели будут выделяться из федерального бюджета.